Несмотря на то, что за окном бабье лето и до начала отопительного сезона еще есть время, коммунальные службы города практически завершают все подготовительные работы. Какой объем работы выполнен, какие объекты введены и что еще необходимо сделать, чтобы отопительный сезон встретить во всеоружии и провести его в штатном режиме, наш корреспондент узнал из беседы с главным инженером государственного предприятия жилищно-ремонтно-эксплуатационного управления города Пинска Валентином Осипчуком. В Пинчане часто сетуют на то, что некоторые дворы и улицы перерыты, идет ремонт в домах и подъездах и наверняка начинают беспокоиться. Не сорвут ли коммунальники сроки всех подготовительных к отопительному сезону работ? Можем успокоить. Не только успеют, но уже практически завершили большую часть. Подготовка жилого фонда к отопительному сезону – это очень такой важный период на предприятии. Подготовкой мы начали заниматься сразу после отопительного сезона в мае месяце. И на сегодняшний день, уже до 1 сентября, получены паспорта готовности по всем объектам. Если сказать по численности, то этих объектов 634, все они готовы. Это жилой фонд, который эксплуатирует предприятие ЖРЭО города Пинска. Подготовка – это целый комплекс работ. Это внутренние сети горячего, холодного и теплоснабжения жилого дома, наружные сети, дворовое и уличное освещение по магистральным улицам, асфальтирование проезжей части, тротуарных подходов к различным объектам. В этом году капитально ремонтируется 16 объектов жилого фонда. Это 16 многоквартирных домов, в которые включен очень большой комплекс работ. Это и кровельные работы, и работы по фасадной части, по инженерным системам, работы по прилегающей территории. На сегодняшний день уже более 30% тех объектов, которые запланированы на этот год, введены в эксплуатацию. Продолжается работа и на остальных объектах. Сроки сдачи их в действии до конца года должны быть соблюдены. В этом году доведено задание областным управлением ЖКХ по замене тепловых сетей протяженностью 900 метров. Значит, работы уже практически на стадии завершения. Мы даже идем с перевополнением плана перекладки и переложим 1300 метров погонок тепловых сетей. Это тоже позволит, как говорится, и снизить потери на тепловых сетях, и подавать жилые дома в более качественную продукцию в части горячего водоснабжения и теплоснабжения. Кстати, никто не собирается оставлять после проведенных работ разрытые ямы или горы земли. Коммунальники не только понимают это, но и делают все возможное. Все объекты, которые ведутся с прокладкой трубопроводов, они будут завершены до 1 октября, восстановлены покрытия, и, как говорится, чтобы в зимний период войти уже с порядком тем, который был до раскопок. Конечно, до начала отопительного сезона еще предстоит, что называется, почистить так, где есть необходимость, и навести последние штрихи перед наступлением глубокой осени. Паспорта готовности получены на объекты жилого фонда. Остались работы, которые выполняются за пределами жилого здания. Это, как я говорил, тепловые сети. Это и те работы, которые связаны с освещением города, и дворовых территорий, и улиц городских. Для информации могу сказать, что у нас светоточек таких 9 тысяч. Сейчас большая работа проводится по светоточкам, которые находятся на проезжих частях, где имеются пешеходные переходы. Там устанавливаются светильники с большей мощностью для того, чтобы осветить пешеходные переходы именно в такой сумерке, когда раньше темнеет. Для того, чтобы оценить по достоинству проделанную коммунальниками подготовительную работу, хотелось бы напомнить, что прошлый отопительный сезон из-за погодных условий завершился в более поздние сроки, и выполнить запланированное приходилось с максимальной нагрузкой. В ходе подготовки к отопительному сезону с одной из проблем, с которой мы встретились в этом году, это то, что отопительный сезон закончился очень поздно, и паспорта готовности все равно необходимо подготовить жилой фонд к 1 сентября. Поэтому в такие сжатые сроки нам пришлось работать и в выходные дни, и где-то в неурочное время. То есть, сами понимаете, что пришлось какие-то находить резервы для того, чтобы жилой фонд достойно подготовить к отопительному сезону. С целью подготовки в кратчайшие сроки можно сказать, что работали как челы. Тем маленьким коллективом, который у нас сейчас есть, а он действительно маленький, мы работали. 77 жилых домов, а это 586 квартир на обслуживании жест номер 5. Благодаря проделанной работе специалистов, может быть уверенными, что около 20 тысяч проживающих в них пенчан проведут зиму в комфортных условиях. У нас 78 объектов, которые подготовлены к ОЗП в полном объеме. То есть, проведена промывка, опрессовка, как я уже ранее говорил, опрессовка болеров, то есть теплообменник, где подогревается горячая вода. Количество изоляции замены необходимое, которое с годами приходит в неводность. И все это выполнено в необходимые сроки. И так можно подводить итоги поистине масштабной работы и успеть доделать то, что требует завершения. И как только исполком даст добро, без проволочек начать подключение тепла. Предприятие готово все свои объекты включить прям хоть завтра. При норме, когда это необходимо будет сделать, включение жилого фонда к отоплению будет произведено в двухнедельный срок. Все системы теплоснабжения, горячего водоснабжения подтверждены теми паспортами, которые мы получили. Они надежны. Я думаю, что отопительный сезон пройдем мы, как говорится, счастье с минимальным количеством аварийных ситуаций.